Добрый день, коллеги! Сегодня у нас 3 июня. Давайте закроем прошлую неделю и уже, наконец, закроем май. Хотя месяц прекрасный выдался, и фраза «продай все в мае и оставь рынок» не совсем была применительна к этому маю. Посмотрим, каким будет июнь. Но пока что нам удалось очень неплохо заработать, причем на очень-очень консервативных стратегиях. Давайте пройдемся. Напомню, что вся представленная информация ни в коем случае не является индивидуальной рекомендацией и предоставляется неограниченному кругу лиц, исключительно в целях ознакомления и самообразования. Доход мы получили по всем стратегиям. Я имею в виду, это касается и российского рынка, и американского рынка. И цифры получились огромные. У нас, мне кажется, такой недели с такими цифрами не было, чтобы прямо была такая ударная неделя. Повторюсь, по самым консервативным стратегиям. Давайте начнем с Америки, свингтрейдинг. И я открою вам бумаги, которые были опубликованы 29 мая, 30 мая, 27 мая, 28, 25, 30, 27 мая. То есть это начало прошлой недели. И в течение недели я опубликовал бумаги в ветке свингтрейдинг вот здесь вот и давал расширенные комментарии, почему те или иные бумаги в ближайшее время покажут хороший доход. И они это сделали. Если мы посмотрим, в целом у нас было за прошлую неделю 12 сделок, 12 торговых идей. Из них, получается, у нас не было ни одной убыточной. Были, которые в ноль сработали. Это LAD, NVTS и RXRX. Они сработали в ноль, а остальные принесли колоссальный доход. Максимальным по доходности оказался MDB, на котором мы заработали почти 40%. И CVNA отдал нам 36,4%. Таким образом, доход суммарный только за прошлую неделю составил 139,8%. То есть почти 140% за одну неделю. Ну, в мае мы, собственно говоря, закрыли, как я уже в предыдущем подкасте говорил, доходом 277,50. И это прекрасный результат, который отражает эффективность в 98% по итогам мая. Поэтому по Америке, даже если вы малоопытный, у вас есть просто обычный брокерский счет, без большого депо, давайте скажем сколько, например, 1000 долларов, если бы вы разбили на все эти бумаги, то вы заработали бы неплохую сумму. Я бы к чему сказал про маленькую доход, потому что, например, чтобы работать, не маленький доход, а маленькое депо, потому что, например, чтобы работать с стратегией day trading или momentum trading, у вас должно быть минимум 25 тысяч долларов на брокерском счете, потому что, иначе, это касается международных брокеров, иначе вам просто не дадут доступ к ежедневным спекуляциям. Поэтому в обычном стандартном режиме, в очень спокойном, очень неплохо заработали. Что касается российского рынка, по российскому рынку тоже получилось довольно-таки неплохо. Опять же, я возьму идеи, которые были опубликованы в мае, то есть в конце мая, в конце прошлой недели. Да, и было всего, получается, 5 идей. Одну идею мы ввели очень долго в флот, кто-то в нее перезаходил, поэтому мы ее перепубликовали. Но флот дал нам, конечно, львиную долю доходов и показал 83%. И таким образом поднял недельный доход до 89,9% с учетом убыточной сделки по Распадской. Вот, для работы с этими бумагами понадобилась бы вам сумма в 623 доллара. Не знаю, как тут считается российский рынок, потому что на нем не работают. Вот, поэтому Россия тоже закрылась неплохо. Россия по маю мы заработали 155%, что показатель прекрасный. Эффективность сделок составила 99%. Это великолепный показатель, поэтому я очень рад, что нам удалось показать такие хорошие цифры. Из более агрессивных стратегий, более дейтрейдовых, более спекулятивных, это у нас дейтрейдинг и моментум. Здесь у нас были две бумаги. По моментум нам понравился UCAR. Давайте зайдем в нее. Я покажу, что здесь было интересного. UCAR, берем 15 минут. Даже возьмем 5 минутку. Так, сейчас. Да, можно 15, давайте сейчас сброшу. Итак, UCAR у нас точка входа была... Давайте найдем ее. UCAR. Точка входа 11.28. И нам надо было долететь до 13.25. То есть, когда цена достигла 11.28, можно было уже ее подбирать. Размещена была идея 2-го числа. В 16.18. Так, поехали. 2 июня. Ну вот здесь. Давайте. Будет 16.30. Открылся маркет. Ваша стратегия... Ваш ордер, вернее, сработал. Так, какая там цифра была на вход? 11.28. Давайте вы зашли по 12 даже вообще. Округлим, чтобы у кого-то там сработало проскальзывание, не проскальзывание. Ну, по 12 зашли. Бум. И заработали свои 20%. Забрали, ушли. То есть, у вас был лимит бай, у вас был лимит стоп, и вы по нему просто вышли, забрал свои 20%. Куда она там потом полетела? Она могла еще полететь, и она полетела еще выше. Ну, зачем? Зачем нам эти дебри... В эти дебри лезть? Забрали, свои ушли. Потом она свалилась. Смотрите, да, нам не надо держать их, эти бумаги, долго. Все, они свое отстреляли, и они дальше никому нафиг не нужны. Чем они там занимались, я даже не знаю. Что за эта бумага? Какая там капитализация, менеджмент? Нам все равно. Вторая бумага, которая была интересна, это была MMV. 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 Вот она здесь. Она у нас попала как в Day Trading, так и была отражена в Momentum. Она выросла на 142%. Точка 93. Попала она к нам в 16.15. Давайте посмотрим MMV. Вот она. Ну, вот 16.30. Да, зашли. И забрали, опять же, свои 20%. Никаких сложностей. Тем более, что вам не нужно каждый раз придумывать, где у вас будет точка входа, где у вас будет точка выхода. Напомню, что под булавой в каждой стратегии полное описание, как работать с данной стратегией. Как работать с тем же Momentum. Все описано. Есть краткий ролик. Сели, посмотрели, добавили нужные индикаторы на график и зарабатываете спокойно себе деньги и никого не трогаете. И по флоту я сказал, да, флот тоже очень хорошо себя проявил. Параллельно, еще одно направление, это у нас лайвы, прошу прощения, стримы. По стриму у нас было два сигнала на шорт, на каждом из которых можно было забрать по 2% со сбера. Да, то есть здесь открыли, приехали, здесь закрыли, переждали, здесь открыли шорт, приехали, здесь закрыли. Каждый раз бумага дала по 2 с хвостиком. 4% за неделю на одном сбере. Прекрасный показатель для сбера. Что касается крипты, по крипте, если мы берем копитрейдинг, за прошлую неделю удалось заработать 7%. И это все зафиксировал, и пока позиций больше никаких нет. Что касается будущей недели, я уже начал в ветке сфинктрейдинг публиковать новые идеи. Вы начали писать в ветку фондовый рынок РФ акции, которые вам интересны. Я по ним также сделаю разметки, чтобы вы на них зарабатывали. Напомню, что я отдельно никаких идей для рынка РФ не готовлю. Это ваши бумаги, я лишь даю по ним разметки, по которым вы зарабатываете. И как показывает статистика, бумаги вы подбираете прекрасные, потому что срабатывают они отлично. По сути майские результаты это ваши результаты подбора бумаг. Потому что я сделал, да, я дал точку входа и точку выхода, но потенциал в этой бумаге увидели вы. Это очень важно, поэтому похвалите себя, май вы закрыли великолепно. Что касается квартальных отчетов, у нас будут... У нас будут... Ой, прошу прощения. Квартальные отчеты на будущей неделе. Так, NIO, GTLB, GME. Здесь нет бумаг таких крупных, за которыми весь рынок будет следить. Да, есть интересные. Тот же NIO, тот же Dekusign. GameStop точно никому не сдался. Ну, уже такие вот... Мелочь вот такая идет уже, когда квартальные отчеты подходят к концу. Поэтому вот эти отчеты, они сам рынок двигать никак не будут. То есть они не будут на него никак влиять фундаментально и перетаскивать одеяло в ту или иную сторону. Да, интересные отчеты. Если есть какие-то бумаги, которые у вас с позиции, вы хотите узнать мнение, напишите. Я вам сделаю разметку. Либо найду мнение... Мнение аналитиков, что они думают, что они ожидают от тех или иных отчетов. Вот. Что еще из главных событий? Как вы знаете, на прошлой неделе мы очень много торговали Nvidia и Tesla. Это были самые активные бумаги. Сейчас по ним ожидается откат. Ну, купили там ребята на Wall Street путов. Посмотрим, чем это все закончится. Июнь ожидается более-менее спокойный. Как говорится, ни рыбы, ни мяса. Ничего такого сверхъестественного от него не ждут. По итогам пяти месяцев у нас в лидерах технологических секторов, коммуникационных секторов и дискретинерии. Остальное все убыточные. Все остальные в минусах. Поэтому, когда мы подбираем бумаги и торговые идеи, мы берем именно из этих категорий. То есть, зачем нам... Если мы находим интересную бумагу, но она в каком-нибудь из этих секторов, то мы с ней не работаем. То же самое касается лидеров техсектора. Бумага нам прекрасно подходит. Если весь сектор растет, значит, есть шанс, что эта бумага отдельно тоже прекрасно вырастет. И последний момент. Очень много сейчас шума вокруг искусственного интеллекта. Крупные компании начали выкупать уже стартапы. Стартапы растут как грибы. У них уже многомиллиардная капитализация. То есть, это не какой-то детский стад, сделанный на коленке. Компании крупные, пока не публичные. Нельзя купить отдельных акций. Но я к тому, что это новая индустрия. И если вы рассматриваете инвестиции в данную индустрию, которая только-только набирает обороты, то вам стоит присмотреться к бумагам и секторам из данной индустрии. Я в ближайшее время сделаю подкаст, где покажу, как можно сформировать себе долгосрочный портфель именно из индустрии будущего. В целом, рынок двигается очень фальшиво. Это называется фальшивое движение, потому что текущий рост обусловлен несколькими активами. В целом же, почти все сектора внутри S&P 500, то есть, все бумаги из всех секторов, кроме информационной технологии, они потеряли абсолютно все свои средние. И бумаги, и сектора, которые держат еще хоть какие-то средние, их очень мало. Поэтому имейте в виду, что это все очень шатковалка и очень ненадежно. Еще два слова по поводу инвестиций. Я написал про Disney, который вернулся к ценам, которые он достигал 10 лет назад. 10 лет? 9 лет, прошу прощения. Это говорит о том, что когда у вас какая-то бумага начинает терять цену, не держите ее. Не надо себя уговаривать, что вы долгосрочный инвестер, все вернется, может не вернуться. Nokia не вернулась, BlackBerry не вернулась, Cisco не вернулась, может не вернуться. Поэтому, если игра идет не по плану, бросайте это дело и переключайтесь на другую компанию. Вот эта вся история, жениться на акции, потому что это надолго, это не работает. Вот смотрите, выросли, дошли до 200 и упали на 80. Вам это надо? Итоги мая. Еще, кто больше всех вырос? Бумага AI, мы с ней очень сильно работали. Nvidia, AMD, главный конкурент Nvidia. Tesla, Google, Amazon в лидерах. Очень неплохо себя показал именно технологический сектор. Наверное, из главного все. Надеюсь, июнь у нас будет спокойным, спокойно поработаем и будут цифры не хуже, чем майские. Всем хорошего настроения, держитесь верного курса и увидимся в Дискорде. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok